Сегодня на Ямале обсудили вопросы, связанные с проведением капитальных ремонтов жилья. Посредственно видеоконференц-связи в совещании смогли принять участие все территории округа. В Лабуднанг под программу капитального ремонта попали 9 домов, на которые в результате оптимизации выделенных средств было направлено 26,5 миллионов рублей. Хватает ли этих денег на решение всех поставленных задач, знает Татьяна Швец. Провел видеоконференцию руководитель Ямальской государственной жилищной инспекции Ильшат Чанашев. Он сразу отметил, как тяжело дается муниципалитетам реализация программы капремонтов в этом году. Сначала ее сроки переносили, потом оптимизировали, но начать процесс все же удалось. Подрядчики уже не были готовы для того, чтобы в короткие сроки выполнить те объемы, которые для них были выставлены на торги. Далее к нам посетила у нас всех оптимизация. И последние события, которых уже все вы догадываетесь и знаете, это последнее распоряжение губернатора на эту тему, номер 242Р, об очередной оптимизации бюджетных средств и вынесении всех обязательств по оплате выполненных работ на декабрь месяц текущего года. Однако, несмотря на все сложности, необходимо, чтобы подрядчики работу закончили в срок и выполнили ее качественно. В Лабытнангах под программу капремонта попали 9 объектов. На эти цели семилиственницам было выделено 26,5 миллионов рублей. Это почти на 3 миллиона меньше, чем было запланировано, говорит начальник отдела эксплуатации жилфонда управления ЖКХ Тамара Нафриенко. Но из списка домов, подлежащих капитальному ремонту, вычеркнут ни один не был. Причем работы на объектах уже ведутся. В настоящее время по двум домам работы в стадии завершения, по четырем домам работы от 30 до 50% уже произведены, по остальным всем начаты, просто производится задержка, немножечко отставание от графика. Но я думаю, что мы справимся и войдем в график. Планируется работу закончить 4 ноября. Взяли немножечко тайм-аут до 13 ноября, то есть, чтобы жильцы не пукались, если еще после 4-го будут производиться какие-то работы. Срок окончательный у нас 14-18 ноября. Четыре из девяти домов, которые попали в адресную программу, входят в ТСЖ «Чистый город». Его председатель Сергей Дунаевский рассказывает, что главная беда деревяшек – это кровля. Именно ее меняют на трех домах. Больше всего Сергей Николаевич беспокоится не о сроках окончания работ, а об оплате работы подрядчика, который пока делает все за свои деньги и не получил даже аванса. Стараемся успеть. Вот этот дом от Брусничной 10 уже выполнен на 85%. Полярная 35, начали там процентов уже где-то тоже 20-25. На Революции 9, вот третий дом Кровля, завозится только материал. У нас сейчас один вопрос – задержка финансирования этого программы. На данный момент подрядчик все делает за собственный счет полностью. Все работает. Но вот сейчас он здесь приостановил работу, потому что уже все, у него материал закончится, и сейчас финансового у него тоже нет. Уже исчерпал, видать, все свои возможности. О задержке финансирования говорили и на пресс-конференции. Вопрос этот стоит на контроле. Особое внимание в ходе совещаний было уделено проведению капремонтов в условиях изменившегося законодательства. С будущего года плата за капремонт будет введена в качестве обязательного платежа в составе тарифа за содержание и ремонт жилого помещения. До этого момента муниципалитетам необходимо провести инвентаризацию жилого фонда, а субъекту установить минимальный размер платы. Сколько придется каждому квартиросъемщику отдавать ежемесячно за один квадратный метр жилья, пока неизвестно. Но до января населению необходимо определиться в выборе одного из предлагаемых жилищным кодексом вариантов накопления этих средств. Жильцы смогут формировать фонд капитального ремонта или на спецсчете их дома. Тогда все права на накопительную сумму будут принадлежать собственникам конкретного дома или в общий котел на счете регионального оператора. Общественное обсуждение проекта нового закона состоится завтра в администрации города в 14 часов 30 минут. Принять участие в обсуждении могут все желающие. Татьяна Швец, Максим Мячин, программа «Время местное». Продолжение следует...